Вы смотрите «Вечер во Владимире». Изменения в ОСАГО, новые правила, новые расценки, все нюансы реформирования системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Во всех этих нюансах нам сегодня поможет разобраться наш гость, заместитель управляющего отделением Владимир Центрального банка России Александр Хлысталов. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, в сентябре на территории Владимирской области, в принципе, как и по всей России, заработали поправки в закон об ОСАГО. Расскажите, пожалуйста, что это за поправки, второй этап, как он происходит на сегодняшний день? Вы совершенно правы, сейчас происходит реформирование ОСАГО. Началось это реформирование в прошлом году, в 2019 году. Это был первый этап реформирования. Сейчас у нас второй этап реформирования. Начался он с подписанием президента закона 161-го, который внес изменения в закон об ОСАГО. который вступил в силу 24 августа текущего года. Этот закон предусматривает два основных пункта нововведений. Первый пункт – это, безусловно, реакция на пандемию, на ограничение пандемии, которая разрешает заключать договор добровольного страхования без диагностической карты. Это временная мера, которая привязывается к ограничениям. И эта мера заканчивается завтра, 30 сентября. То есть по 30 сентября, начиная с мая по 30 сентября, автовладельцы могли заключать договор ОСАГО без предъявления диагностической карты, то есть без прохождения техосмотра. Но с обязательным прохождением техосмотра после снятия ограничений, но не позже, 31 октября. Если мы говорим про конечный срок 30 сентября, это значит, что человек, который не проходил техосмотр… То есть кто воспользовался, да? Вот он после 30 сентября обязательно в порядке должен пройти техосмотр и предъявить диагностическую карту в ту страховую компанию, договор с которой у него подписан. Если он не предъявляет эту карту в течение этого месяца, то в случае возникновения дорожного транспортного происшествия вся материальная ответственность ложится на человека, который не предъявил эту карту. Это первый существенный момент этого нового введения. И второй момент, который уже непосредственно относится к второму этапу изменения ОСАГО, это изменение тарифов. То есть тариф становится потихонечку индивидуальным. Вот если мы раньше говорили о том, что страховщики не имеют права использовать те или иные наработанные наблюдения, какие-то приемы, которые они использовали в КАСКО, то сейчас, с 24 августа, страховщики могут себе позволить использовать какие-то нововведения, которые они уже опроверили на других видах страхования. В частности, это касается изменений базового тарифа ОСАГО. У нас изменился базовый тариф ОСАГО. Если мы говорим про легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам, то тарифный коридор расширился на 10% как в нижнюю сторону, так и в верхнюю сторону. Сейчас базовый тариф составляет нижняя планка составляет 2437 рублей, и верхняя планка составляет 5436 рублей. То есть на 10% вверх и вниз тарифный коридор расширился. Что это дало? Это дало возможность страховщикам использовать свои доработки, свои наблюдения, свои правила, которые они будут постепенно вводить в назначение базового индивидуального тарифа. Также этот тариф расширился и в отношении легковых автомобилей, юридических лиц и грузовиков на 20%, на такси на 30% вверх и вниз, и снизился на автобусы, троллейбусы на 5%. Говорит ли это о том, что полюс будет дешевле, дороже? Вы знаете, очень многое зависит, конечно, от практики использования автомобиля, от практики вообще поведения автовладельца, водителя на дороге. Вот если владелец, скажем так, законопослушный, и у него практика такая сложилась, что он не попадает по своей вине в дорожно-транспортные происшествия, что он не совершает грубые нарушения правил дорожного движения, вот безусловно, конечно, страховая компания будет тариф для него снижать. Если же человек относится к категории нарушителей, агрессивных водителей, вот безусловно, конечно, есть и основания для того, чтобы оценить его полис по верхней планке вот этого тарифного коридора. Кроме вот этих вот планок-то, значит, безусловно, страховая компания будет учитывать еще какие-то особенности, которые она наработала, как я уже говорил. Вот, и эти особенности она должна опубликовать на сайте, вместе с калькулятором полиса ОСАГО. То есть, человек, который желает заключить договор с страховой компанией, добровольного страхования, заходит на сайт страховой компании, вот и смотрит те условия, по которым оценивается его базовый тариф. Самое главное. И есть калькулятор, где он может рассчитать полную стоимость ОСАГО, исходя вот из этого базового тарифа, и плюс те коэффициенты, которые на сегодняшний день есть, и остались, о которых я скажу ниже. Что касается, опять-таки, базового тарифа. Если мы говорим о том, что полис становится, как бы варьируется цена и вверх, и вниз, и поэтому, конечно же, страховщики цену поднимут. Мы исходим из тех наблюдений, которые у нас сложились по прошлому году. В прошлом году этот базовый тариф также изменился. Тариф на коридор расширился на 20% вниз и вверх. Скептики, безусловно, говорили, что да, вот сейчас теперь на 20%. Кто же будет там смотреть на понижение? Конечно же, все повысят на 20% страховой компании. И морально приготовились к данному действу. Однако, как показали наблюдения, практика, стоимость тарифа снизилась на 4,7% по Владимирской области. То есть мы наблюдаем снижение тарифов, невзирая на расширение тарифного коридора и вверх и вниз. Почему? Потому что страховщики включились в активную фазу конкурентной борьбы за добросовестного автовладельца. Если владелец не нарушает, если владелец ведет себя на дороге достойно, и в рамках правил дорожного движения, безусловно, конечно, это выгодный клиент, и страховая компания будут за него бороться. Каким образом бороться? Безусловно, ценой. Заманиваясь ценой, как в любом другом магазине. Раз автовладелец у нас является потребителем финансовых услуг, значит, отношение будет к нему чисто финансовое. Приходите к нам, у нас дешевле. И если раньше это были просто слова, то сейчас человек может зайти на сайт и рассчитать свой тариф, исходя из тех условий, которые прописаны на сайте страховой компании. И, безусловно, будут каким-то образом внедряться и дальше. Что касается внедрения новых изменений и тарифов, и новых правил, есть, скажем так, возможность у страховой компании, а есть практика. Практика исходит из того, что мы уже практически месяц живем в условиях, когда вступил в законную силу, вот эти все изменения. Но страховые компании не спешат принципиально что-то менять. Почему не спешат? Потому что, безусловно, здесь можно промахнуться и опугнуть своих клиентов. Безусловно, идет такое тестирование, идет постепенное внедрение этих норм, и правил, которые они разрабатывают для назначения индивидуального тарифа. Каждая компания, как я понимаю, смотрит на своего конкурента и ждет нижнюю или наиболее высокую планку. Да, боятся загнуть цену или какие-то условия для того, чтобы не опугнуть клиентов, которые могут убежать другую страховую компанию. А может быть, сговор какой-то между компаниями? Возможно такое? Ну, то есть, допустим, не опускать ниже определенную? Если бы было две, может быть, три страховые компании, то, может быть, и такой сговор и был. Другое дело, что их много, этих компаний, и договориться большому количеству компаний очень сложно. Во-первых, во-вторых, в Владимире у нас страховых компаний практически самостоятельных не осталось. Была одна, ее центральный банк закрыл, сервис резерв, и у нас практически самостоятельных компаний не осталось. Остались представительства, филиалы центральных страховых компаний. А для них главное, они борются за клиентов. То есть, количество договоров, количество клиентов, безусловно, является ключевой роль. Поэтому договариваться где-то на федеральном уровне практически невозможно. Можно договориться так, что люди просто перестрают страховаться. А такая практика, к сожалению, есть. То есть, мы раньше говорили о том, что у нас все 100% выезжают на дорогу с полюсами ОСАГО. Но в последнее время появилась такая практика, что чаще и чаще появляются автовладельцы, автолюбители, которые выезжают на дорогу без страховки. Вот если, скажем так, лет пять назад мы говорили о незначительных нарушениях, то уже год два назад количество таких нарушений, конечно, возросло довольно-таки значительно. Но есть положительный момент. Если мы сравним, допустим, статистику этого года и прошлого года, то за первое полугодие этого года у нас количество договоров ОСАГО возросло на 9% по Владимирской области. То есть, люди начали страховаться, потому что люди начали понимать, что выезд на дорогу без полюса – это, в общем-то, прямой путь к финансовым потерям. То есть, в случае дорожного транспортного происшествия не страховая компания платит за твои 10 тысяч, которые ты заплатила за полюс, а ты платишь сам 100, а то и больше, а то и больше тысяч. И причем это суд, это моральные сдержки, это приставы, это ограничения и прочее. Поэтому гораздо легче платить 10 тысяч, чем потом вязать в такую историю, через суды, через преследования и все остальное. Вот, кстати, если говорить о том, что на сайте можно самому посчитать вот эту сумму, которая будет для каждого автомобилиста определенной, какой-то перечень страховой компании устанавливают самостоятельно или это есть определенные пункты, одинаковые для всех? Вы знаете, есть ограничения. Ограничения, которые ввел Центральный банк своим указанием, которое родилось в плане реализации этого указа 161-го президента. Там есть ограничения, которые запрещают страховым компаниям устанавливать разницу, исходя из национальности, вероисповедания, профессии, родозанятий. То есть вот таких вот общечеловеческих каких-то ценностей, которые раньше как бы имел, имелись в виду, но сейчас они прописаны официально уже в нормативном документе Центрального банка, который является обязательным для страховых компаний и Центральный банк, безусловно, контролирует эти условия, которые выставляются на сайт страховой компании путем дистанционного надзора этих вот сайтов, во-первых, во-вторых, безусловно, конечно, используя возможности обращения граждан и в Центральный банк, и в Российский союз автостраховщиков, и в страховую компанию, которая только что анализируется, безусловно, делается выводы в отношении благопристойности вот этих вот ограничений, которые страховая компания вводит. У нас есть звонок телезрителя, давайте ответим ему. Алло, Татьяна, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот, допустим, заказчик срок ОСАГО, вот, а техосмотр там еще он 4 года, ну, как бы 4 года, то есть не прошло 4 года. Вот, при заключении договора ОСАГО, техосмотр обязательно проходить или как? Спасибо за ваш вопрос. Техосмотр не проходится, если машина новая, 3 года техосмотр не проходится. Хорошо, вот смотрите, критерии нельзя применять к автовладельцам. Я, кстати, хочу напомнить нашим телезрителям, что наш эфир прямой, поэтому у вас есть возможность позвонить к нам в студию по телефону 44-40-47 и задать свой вопрос. Напоминаю, что мы сегодня говорим про изменения в ОСАГО, а точнее про вот второй, да, этап реформы. Кстати, он последний или еще будет? Нет. Еще будет? Да, будет третий этап, но с третьим этапом есть определенные вопросы, значит, планировалось этот этап как бы провести в жизни в следующем году. Вот, но сейчас вопрос о необходимости или обязательности, или очередности этого третьего этапа в следующем году под вопросом. Почему? Потому что третий этап подразумевает введение, обязательное введение телеметрических устройств на каждый автомобиль для того, чтобы страховые компании могли, опять-таки, точечно и с объективным контролем исходить из манеры вождения, из тех случаев, которые дорожные транспортные происшествия выясняют, причины. Вот они, вот эти телематические устройства, должны были внедряться в следующем году в обязательном порядке. Вот, ну, сейчас посчитали, посмотрели, во-первых, это очень дорого, вот, во-вторых, в общем, те телематические устройства, которые есть, они тоже не отработаны, не сертифицированы, и вот этот вот срок, он сдвигается на какое-то время, вот, когда, наверное, что-то должно срастись. Ну, слушайте, нам бы сейчас пока во втором этапе разобраться, потому что, как я понимаю, вопросов немало. Вот, смотрите, если говорить, да, про поведение водителя, про то, каким образом страховая рассчитывает, как я понимаю, полис, вот, наличие детей влияет на поведение водителя, и будет ли полис дешевле, дороже? Может быть, для кого покажется удивительным, но на самом деле влияет. Если у человека находятся малолетние дети в салоне Мавшина, конечно, безусловно, он не будет лихачить и гнать, там, играть шашки на дороге. А отвлекать они не будут? Если, конечно, человек разумный по логике вещей и по практике, опять-таки, это практика наработанная, но наработанная полисом КАСКО. В КАСКО там учитывались очень много факторов, значит, учитывался и пол, учитывалось столетия маленьких детей, даже учитывался цвет машины, потому что считается, что владельцы красных машин, машин красного цвета более агрессивны на дороге, как ни странно. Учитывалось такое количество факторов, которые просто трудно порой даже придумать. Часть из этих факторов, они, безусловно, будут переноситься на условия, которые будут влиять на базовый тариф. И, естественно, исходя из этого, будут назначаться как-то выше, ниже ценой. Условия, я говорил, условия могут быть совершенно любыми, если они не являются запрещенным Центральным банком. О том, о чем я говорил, это национальное североиспедание, образ жизни, профессии. Ну, то есть, как я понимаю, все равно, какой-то здесь, ну, Америке не открыли. То есть, это все равно, вот эти все требования, они тоже уже наработаны не первый год. Они опробировались, да, безусловно, они опробировались. Системная КАСКО и страховщики отлично понимают, что влияет и что может повлиять. И, конечно же, безусловно, будут влиять нарушения правил дорожного движения. Особенно мы говорим про серьезные нарушения, которые приводят к лишению права управления транспортными средствами. Это, например, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в пьяном виде, оставление места происшествия, отказ от медицинского свидетельствования, превышение скорости на 60 км в час, выезд на встречку через сплошную. Вот эти вот грубые нарушения, безусловно, конечно, они повлекут за собой применение максимальной планки, вот этого тарифа, вот, и вот эти вот данные страховщики должны будут получать от ГИБДД. Вот, по крайней мере, такой вот закон предписывает, и такая практика будет нарабатываться. Вот, что касается, допустим, автомобилей, где несколько водителей, и они прописаны все в полисе добровольного страхования, то тариф будет назначаться по тому водителю, у которого всех больше нарушений. То есть, вот, допустим, пять человек. То есть, какого-нибудь благонадежного водителя не будет смысл вписывать для того, чтобы, скажем так, улучшить себе историю? Да, примерно. Допустим, будет пять человек, будет четыре благонадежных, и один будет разгильдяй-нарушитель. Вот, тариф будет определяться по разгильдяй-нарушителю. Вот, для всех вот этих пяти человек будет максимальная планка. Вот, и поэтому здесь надо, конечно, думать, вот, оставлять этого водителя. Слушайте, создаем, Александр Борисович, как я понимаю, создаем себе, вот, да, автовладельцы создают себе некую, ну, вот, как кредитная история положительная, здесь примерно то же самое, только страховая история, так? Совершенно верно, да. Вот, мало того, что это история, безусловно, конечно, страховой организацией, страховой компанией будет учитываться и лояльность к этой компании, если человек давно в этой компании страхуется, а тем более, если он еще и страхуется, добавок ко всему, там, будет и имущество страховать, там, или еще что-то страховать. То есть, у него история, как вот вы говорите, довольно-таки широкая, и продолжительная, безусловно, конечно, это желаемый клиент и режимное большее благоприятствование. Ну, что касается, вот, с точки зрения страховой компании, мне понятно, а вот вы как считаете, для частых, для тех, кто часто нарушает за рулем, насколько увеличение суммы ОСАГО, ну, сумма страхового полиса ОСАГО, повлияет на поведение? Вы знаете, базовый тариф, он, безусловно, очень сильно влияет. Вот почему он сильно влияет? Потому что это не просто, допустим, там, две, там, тысячи, да, вот нижний тариф, там, вернее, нижняя планка тарифа, вот, и пять, там, с лишним тысяч, это верхняя планка тарифа. У нас есть еще ряд коэффициентов, которые, безусловно, учитываются при назначении общей стоимости полиса. Потому что берется базовый тариф, который назначается индивидуально каждому водителю, и он умножается на коэффициенты. У нас четыре коэффициента. Вот первый коэффициент – это территориальность. Вот у каждой территории есть свой коэффициент. Допустим, территория, где все хорошо, там, низкий коэффициент, территория, где все плохо, там, очень высокий коэффициент, вот, и поэтому... Ну, здесь вот тоже какой-то справедливости я не вижу в том плане, что от того, что я нахожусь на этой территории, да, получается, что плачу больше. Да, безусловно, если водитель добропорядочный, добросовестный, конечно, он страдает. Вот страдает от тех, от той практики, которая у нас иногда, к сожалению, есть. Я имею в виду, почему он назначается тариф, там, высокий или низкий, территориальный. Вот это зависит от сумм, которые получают, допустим, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии через суд. Вот, то есть, к примеру, там, стоимость ущерба по данным ДТП составляет, к примеру, 100 тысяч. Вот номинально это имеет в виду ремонт, вот, полностью, от А до Я. Да, вот, если человеку не понравилось, что ему там 100 тысяч, покроют все его издержки, да, вот, он обращается в суд, назначает независимые экспертизы, там, значит, нанимает автоюристов, вот, и они вытаскивают из страховой компании, там, не 100 тысяч, а 200, к примеру, да, вот, причем в совершенно законных основаниях. Вот такая практика, она учитывается Российским Союзом автостраховщиков, вот, в назначении территориального коэффициента. Вот там, где такая практика очень широко применяется, безусловно, коэффициент становится выше. Вот, то есть, как бы, все страдают вот из-за этих любителей получить, получить, да, какие-то суммы за счет каких-то своих инноваций, внедрений юридических. Вот, и если у нас раньше, в прошлом году Владимирск область входила в так называемую красную зону, вот, из-за таких, да, деятелей от дороги, вот, сейчас эта деятельность, скажем так, стала не такой популярной, вот, может быть, значит, какие-то меры были приняты, вот, они на самом деле были приняты, потому что существует даже целая рабочая группа, которая, в общем-то, направлена именно на то, чтобы локализовать такие вот ситуации, куда входят и представители правоохранительных органов, и надзорных, вот, и, безусловно, обращаемся в суды для того, чтобы они в своей практике учитывали вот наличие таких вот, да, ситуаций, потому что, в большом счете, это явление социальное, то есть, это ситуация, которая влияет на всех автовладельцев, на всех водителей, все потому что страхуют автомобили, все платят территориальные коэффициенты, вот, это территориальные коэффициенты, еще есть коэффициенты. Давайте об остальных коэффициентах поговорим после небольшой рекламы, не переключайтесь. Давайте. Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант», обсуждаем мы сегодня изменения в ОСАГО, второй этап реформирования, напоминаю, что наш гость сегодня заместитель управляющего отделением Владимир Центрального банка России Александр Хлысталов, эфир прямой, вы еще можете позвонить к нам в студию по телефону 44-40-47, задать свой вопрос, и у нас есть звонок зрителя, алло, Игорь, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Дарья Ильина, у меня вопрос такой, а как сэкономить на ОСАГО и кому подходит эта француза? Француза. Спасибо большое за ваш вопрос. Значит, что касается экономии, самое главное условие – это аккуратное вождение. Аккуратное вождение – это залог минимального тарифа. Страховая компания, безусловно, смотрит историю любого пользователя финансовых услуг, исходя из истории, исходя из практики, исходя из тех нарушений, которые будут приходить из Государственной инспекции безопасности движения, назначается тариф. Вот это основа экономии. Что касается каких-то других вариантов, безусловно, у любой страховой компании есть свои предложения и свои пакеты. Эти пакеты могут касаться, допустим, управления автотранспортом в выходные дни. Может быть, вот такой вариант. Управление автотранспортом только в летнее время. Безусловно, это тоже будет влиять на тариф, на стоимость ОСАГО, на стоимость полиса. И каждый человек может подобрать тот вариант, который страховая компания предложит. Экономия здесь весьма существенная, на таких эксклюзивных вариантах вождения. И можно будет исходить из того, что предлагает. Но опять-таки говорю, у каждой страховой компании свой пакет. Свой пакет этих скидок, индивидуальных тарифов. Но если человек, опять-таки повторюсь в третий раз, если человек аккуратно вводит свое транспортное средство, вот это залог минимальной ставки, минимального тарифа. Спасибо большое. Давайте ответим еще на один звонок. Алло, здравствуйте, Дмитрий, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос такой, два даже вопроса. Вот первый вопрос. Проработан ли в новой концепции вопрос о взыскании средств с нарушителей. Если у нас, например, ДТП, и человек, который виновен, он не застрахован. Говорили уже, что там издержки, суды и все остальное. Но часто люди, которые совершают эти ДТП, они не платежеспособны. И получается, кабала на несколько лет финансовые, отсудить вообще ремонт в 200 или 300 тысяч, это вообще не представляется никакой возможности. И второй вопрос. Ладно, хватит. Забыл я второй вопрос, который хотел задать. У нас еще есть время, поэтому можете позвонить еще раз по телефону 44-40-47, мы пока ответим на первый. Очень хорошо вас понимаю, понимаю ваш вопрос. Он действительно навеян практикой, навеян какими-то переживаниями, и сдержками, безусловно. Скажу сразу, что данный вопрос, безусловно, выходит за компетенцию Центрального банка. Центральный банк регулирует законодательство или нормативные документы в области ОСАГО, и контролирует страховые организации, чтобы они, в общем-то, этот закон не нарушали. Что касается практики, практика нами тоже изучается. Безусловно, мы работаем в очень плотном контакте с инспекцией безопасности дорожного движения. Мы отлично представляем, сколько машин у нас застрахованы, и сколько зарегистрированы, видимо, разницу. Безусловно, эти данные, конечно же, доводятся до сотрудников ГИБДД, которые обязаны спрашивать наличие полиса ОСАГО у водителей, которых они останавливают по тем или иным причинам. И у каждого инспектора ГИБДД есть возможность проверить полис ОСАГО, является ли он реальным или поддельным. Поддельный, к сожалению, тоже есть. Данные по России у нас есть около полутора миллионов полисов поддельных на дорогах сейчас по России. То есть их рисуют на компьютере. У инспектора, еще раз говорю, есть возможность проверить полис, причем довольно-таки быстро. Даже если нет интернета, можно сделать через радиосвязь дежурным, дежурным пробивает по сайту ОСАГО и довольно-таки быстро сообщается, реальный полис или нереальный. Что касается езды без полиса, без страховки, конечно же, это ситуация, которая является для людей маложелательной, мягко говоря. Очень мало говоря. У нас есть даже владельцы, которые ездят на довольно-таки дорогих машинах премиум-класса и не имеют страховки. То есть на машину премиум-класса у них деньги есть, на ее обслуживание есть, а 10 тысяч на полис. ОСАГО у них нет. Но в этом случае делается все очень просто. Пишется заявление судебным приставам, и людям ограничивается выезд за границу. Все владельцы, которые имеют возможность покупать дорогие машины, они любят отдыхать за границей. И ограничение выезда является подчас очень существенным при решении опроса по выплате этих денег, которые назначают суд и издержек. Но есть, к сожалению, такие, которые ездят на совершенно негодных машинах, на какой-то ржавчине покататься или подрифтовать, взяли, которые тоже не имеют полисов. Здесь, конечно, гораздо сложнее. Но система МЕД, безусловно, рассчитана на то, чтобы выявлять таких автовладельцев и не допускать таких случаев на дороге. Это, как я понимаю, прерогатива ГИБДД. ГИБДД работает в этом направлении. Да, совершенно верно. Но насколько страховщики правильно назначают тарифы, это прерогатива ЦБ. Вот здесь, каким образом ЦБ будет следить за этим? Я еще раз говорю, это два варианта. Первый вариант – это дистанционный назор. Центральный банк отслеживает сайты страховых компаний, на которых страховщики должны укладывать условия заключения договоров ОСАГО. Вот эти вот все пунктики, пункты и пунктики, которые будут принимать свое внимание при назначении базового тарифа. И дистанционный назор, не исключается еще и жалобы граждан, которые могут обращаться аж по трем каналам, по трем вариантам. Первый вариант – это обращение письменное. Водорец Центрального банка, город Москва, улица Снеглина, дом 12. Можно зайти на сайт Центрального банка, там есть электронные приемные. Заявление рассматривается очень быстро. Вот если письменное обращение, то у нас есть закон обращения граждан до месяца, то обращение в электронные приемные, там срок рассмотрения сокращается в разы, два-три дня. На почту идти не надо, да? Да, да, да. Это электронная приемная, где человек может оставить свое заявление. Есть телефон горячей линии 8800-303 тысячи. Вот это тоже телефон Центрального банка, по которому человеку, людям могут подсказать, как они действуют в той или иной ситуации. И в августе у нас запущено приложение, приложение называется ЦБ онлайн, Центральный банк онлайн. Вот это приложение можно скачать в Apple Store или в Google Play. Очень удобно, там, в общем-то, можно тоже, опять-таки, задать вопросы и в отношении страховых организаций, и в отношении других представителей, которые могут оказывать финансовые услуги. Можно определиться с способом подачи этого заявления. То есть, приложение довольно-таки удобное. Что касается жалоб, обращений к гражданам, у нас в этом году в Центральный банк жалобы, конечно, поступают в большем количестве. Но мы не говорим, допустим, про ОСАГО, а говорим вообще про жалобы в Центральный банк. Но все они, в общем-то, в большинстве своем основаны на ситуации с пандемией. Вот если у нас была объявлена возможность предоставления так называемых финансовых каникул, то есть сначала объявили о том, что финансовые каникулы, а потом уже начали разрабатывать алгоритмы, а как же эти каникулы предоставлять. Естественно, конечно, люди сразу стали обращаться в банки, филиалы, в операционные офисы. И банки оказались не готовы. Да, да. Пока, в общем-то, алгоритмы, регламенты были разработаны, безусловно, прошло какое-то время. Но с учетом того, что у людей ситуации бывали довольно-таки критичные, они, конечно же, возмущались, что банки не готовы к датной сфере услуг, и писали заявление. У нас где-то процентов на 10 увеличилось количество жалоб от граждан. В то же время по ОСАГО, если мы говорим про ОСАГО, у нас количество жалоб, наоборот, снизилось. Ну, так на время пандемии ослабили, как говорится, требования. Да, снизилось в два с половиной раза. Но, может быть, действительно, это то, что у нас позволили, в общем-то, исключать договоры без предъявления карты техосмотра. И, конечно же, требования на дорогах были, в общем-то, снижены. И сотрудникам ГИБДД, и, в общем-то, все-все понимали. Вот, если мы говорим про обращение граждан на электронную приемную, у нас, как бы, есть два алгоритма рассмотрения тех же жалоб или обращений. Вот, первое, если, значит, обращение, как бы, в отношении какой-то теоретической составляющей, вот, то ответ дается буквально, там, минуты какие-то. Вот, если это какая-то индивидуальная ситуация, вот, то, безусловно, ответ, вернее, запрос направляется в тот орган, который непосредственно занимается вот этим вопросом. Вот, опять-таки, время на предоставление ответа, оно существенно ниже тем, вот, допустим, писем обращаются люди. По крайней мере, у нас не было какого-то случая повторных жалоб, стараются все жалобы рассмотреть быстро и качественно. В основном у нас жалобы, вот, по ОСАГО, это на коэффициент бонус-малус. То есть, неправильно. Вот, кстати, да, если про коэффициенты мы еще с вами не разобрали, кроме территориального, да? Ну, да, да, да. Вот второй вид коэффициента мы про территориального уже рассказали. Вот второй, это коэффициент бонус-малус, это коэффициент аварийности. Вот, то есть, как часто человек выпадает в аварию по своей вине, вот, исходя из этого, уже, значит, коэффициент становится больше или меньше. Бывает, сраховая компания... Вот почему жалуются? На что жалуются? Неверно рассчитывают коэффициент, вот, и люди обращаются, значит, с жалобами, как раз, вот, на неправильное рассмотрение коэффициента, на значение коэффициента. Вот, в этом случае Центральный банк, в общем, помогает или самостоятельно делать расчеты, или направляет в страховую организацию, которая подписала этот договор о страховании, и страховая организация заставляет, почему-то, рассчитать, исходя из тех нормативов, которые существуют для расчетов. Можно ли говорить о том, что эти ошибки, там, я не знаю, математические, невнимательность непосредственно самого потребителя, вот, причина... Субъективный фактор. Субъективный фактор. Субъективный фактор. То есть, или, может быть, работник некомпетентен, или он что-то ошибся, или... Ну, то есть, каждый раз, в общем-то, мы приходим к каким-то субъективным факторам. Вот, это второй коэффициент, коэффициент бонус-малус, который тоже влияет на стоимость полиса ОСАГО, в общем, да. Третий коэффициент, это коэффициент возраст-стаж. Вот, если в 2019 году было четыре категории автолюбителей, которые исходили из, сколько там, возраста, какой стаж там, да, вот, четыре категории, то с 2019 года их 58. Зачем так много? Опять-таки, чтобы повысить вот индивидуальность, сделать тариф индивидуальным. То есть, если человек только начинает ездить на машине, у него стаж маленький, возраст, когда играет кровь, вот, конечно, ему коэффициент отстает несколько больше. Вот, если у человека есть стаж вождения, вот, и возраст, скажем так, более серьезный, солидный. Зрелый, да? Зрелый, да. Вот, там коэффициент совершенно другой. Вот, и причем коэффициент есть повышающий, есть понижающий. Вот, для начинающих водителей это повышающий коэффициент. То есть, он больше единицы. То есть, тариф умножается на коэффициент, который больше единицы. Поэтому он увеличивает стоимость полиса. Вот, а есть коэффициент понижающий. Тут для опытных водителей тариф умножается на число, которое меньше единицы. Стало быть, стоимость полиса снижается. Вот, это вот коэффициент возраста. Ну, и, как я понимаю, если несколько человек вписаны, то здесь самые невыгодные. То есть, считается, ну, если так... А вот как раз ошибаетесь. Да? Как раз по тому, который имеет наибольшее преимущество и наибольшие скидки. Если мы не говорим о том, что есть какие-то нарушители. Вот таких вот серьезные нарушения, которые я перечислил. Вот, если таких нет, то рассчитывается, у кого наиболее выгодные. Вот, и последний коэффициент, это коэффициент мощности двигателя. Вот, ну, здесь, как говорится, все понятно. Вот, если раньше, особенно при заключении по интернету договора страхования, вот, люди могли позволить себе написать любую мощность. Придумать. Вот, то с прошлого года техник у нас все-таки как-то старается быть на высоте. Вот, и сейчас, если человек направляет данные по мощности двигателя заниженные, вот, то ему приходит ответ, что пересчитайте, указали неправильно. То есть, искусственный интеллект работает? Да, 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 да. Не знаю, мне кажется, это не очень сложно. Вот, ну, по крайней мере, раньше этого не было. А с прошлого года это появилось. Это вот четыре коэффициента, про которые мы с вами изначально говорили, которые тоже влияют на окончательную стоимость полиса. Вот, то есть, берется базовый тариф и умножается на коэффициенты. На эти четыре получается общая стоимость полиса основных. Ну, и в итоге, чего ждем-то? Повышение или понижение? Еще раз говорю, вот, по практике прошлого года у нас зафиксировано понижение на 4,7%. Что касается этого, вот, я думаю, что тенденция продолжится, сохранится, да, в фишер-регионах. Ну, Александр Борисович, у нас буквально пару минут остается нашего эфира. Что бы вы еще порекомендовали нашим гражданам, автолюбителям, о чем нужно не забыть, вот, в связи с этим вторым этапом реформирования ОСАГО? И с окончанием, как я понимаю, вот этого срока трехмесячного, да, о чем мы говорили в самом начале. Ну да, мы говорили про 30 сентября, да, в обязательном порядке надо пройти диагностику на станции технического обслуживания, получить карту диагностическую и предъявить ее в страховую компанию, где заключат договор о страховании. Если эта карта не будет предъявлена, то, в общем-то, страховая компания будет предъявлена. То есть, по сути, полиса как такового нет? Ну да, в большом счете, нарушений как бы нет, в то же время страховая компания деньги оплачивать не будет, то есть, человек будет оплачивать сам. Что касается техосмотра, тоже было много разговоров, много слухов о том, что, значит, вот с этого года техосмотр должны проводить под видеозапись с обязательной фиксацией через GPS по месту прохождения этого осмотра, каждый этап, там, фотографироваться, направляться. Вот, значит, вот эти вот предполагаемые нововведения, они перенесены на следующий год. Почему? Потому что база, в общем-то, не готова, не готова техника, не готова персонал, вот до тех пор, пока вот это все не будет готово, вот вводить вот эти вот требования, безусловно, неразумно, потому что они будут или нарушаться, или будут просто игнорироваться. Вот, когда будет все готово, тогда будет вводиться, ну, предположительно, это будет с марта следующего года. Спасибо большое за столь подробные разъяснения, ну, и, наверное, да, самое главное, поменьше нарушайте за рулем, да, и тогда полис будет наиболее выгодным для гражданина. Напомню, наш гость сегодня, заместитель управляющего отделением Владимир Центрального банка России Александр Хлысталов. Александр Борисович, спасибо вам большое. Спасибо.